Здравствуйте! Я Ксения Балденкова. Мы продолжаем говорить об истории храмов Полевского. Сегодня мы находимся в Станционном Полевском. Несмотря на столетнюю историю поселка, здесь не было храма. Местные жители только в начале 2000-х начали мечтать о том, чтобы у них на селе появилась маленькая часовня, куда они могли бы прийти и поставить свечку, помолиться о здоровье ближних. Начались поиски инвестора. Благодетель нашелся. Это был человек из Екатеринбурга. Его решение – строить не часовню, а полноценный храм, который сегодня, вот уже 17 лет, возвышается над рекой Часовой. Вы знаете, что это был завек. Церковь, она не могла выйти на тот уровень, на котором она находится сейчас. Вера была под запретом. Гонение на верующих. Церкви строить не разрешали. Не то чтобы поселка, а даже в больших городах. В Екатеринбурге существовал всего единственный Янопритеченский кафедральный собор на такой большой достаточно город. Поселки, конечно, люди были верующие. Их было достаточное количество. И вот примерно с 2000-х годов здесь начинает образовываться активная община православных верующих, которые стали добиваться регистрации прихода. В 2002 году был заложен камень, первый в основании этого храма. За год он был построен при участии всех жителей поселка, благодетелей. Самое активное участие в строительстве храма принял благодетель из Екатеринбурга Сергей Владимирович Писарев. Духовно кормлял строительство и жителей поселка этого станционно-полевского протереть от Сергия Рыбчак, наш благочинный. За год этот храм был построен. И вот с 2003 года, с 25 июля, когда был освящен престол этого храма, этот день памяти первых русских мучеников, святых Федора и Анна Варягов, которые были замучены во времена князя Владимира, престол во имя святого ровно-апостольного великого князя Владимира был освящен. И храм стал действовать в поселке Станционно-Полевском. Стали проводиться регулярные богослужения, стала прирастать община, открылась воскресная школа. И вот храм уже действует практически 16 лет. Сначала какое-то полномасштабное строительство храма, оно не рассматривалось. Хотелось бы сделать такое место, как вы сказали правильно, часовню, в том, чтобы люди могли прийти, помолиться, поставить свечу, где была бы отслужена божественная литургия. Но потом, со временем, планы, конечно, поменялись. И вот из многих проектов деревянных храмов, потому что рассматривался именно деревянный храм на берегу реки Чусовой, чтобы, во-первых, это был и вид, и рассматривались многие проекты. И вот храм во имя преподобного Серафима Саровского, на который возникнута Ганин и Яме, он стал прообразом нашего храма святого ровно-апостола великого князя Владимира. Храм в станционном Полевском уникален. Сюда 28 июля каждого года приезжают жители не только со всего Полевского городского округа или Свердловской области. Сюда паломники съезжаются со всей России. Секрет – это принятие таинства святого крещения в реке Чусовой. Единственное место в Свердловской области, в Екатеринбургской митрополии, где совершается такое крещение. Именно в реке, именно в день святого ровно-апостола великого князя Владимира, в день памяти его. Что двигает этими людьми, я не могу сказать. Потому что сердце каждого человека – это тайна. Но когда мы совершаем огласительные беседы, они у нас обязательны перед принятием таинства крещения. После огласительных бесед совершается исповедь с взрослыми людьми и с восприемниками, и с крестными. Многие люди, конечно, свидетельствуют о том, что что-то такое, что они не могут объяснить словами, их привело именно сюда. Наверное, я думаю, что это, конечно, по молитвам святого ровно-апостола великого князя Владимира к этому храму не зарастает тропа народная. И благодать Божия, которая каждого человека по жизни ведет, приводит принять таинство крещения, стать членом церкви именно вот в этом небольшом деревянном, деревенском храме, в день крестителя Руси, в день покровителя нашего государства и нашего поселка, святого ровно-апостола великого князя Владимира, как это было некогда в древности, когда крещили в открытых водоемах. И как сам ровно-апостольный великий князь Владимир, как мы с вами знаем из истории, крестил киевлян в реке Днепре, в открытом водоеме. Вот воспоминание, наверное, вот этого первого крещения, когда они знакомятся с историей, оно и подвигает их принять таинство крещения вот именно здесь, в этом месте, в этом храме святого князя Владимира, именно в этот день. Но у нас есть два дня крещения. Вот, наверное, не погрешу против истины, когда скажу, что каждый житель посел города Полевского и Полевского округа знает наш храм. Это где совершается массовое крещение на святого ровно-апостола великого князя Владимира и день Богоявления, крещения Господня. Мы здесь совершаем массовое, так сказать, купание, освящение воды, и каждый человечек может приехать, помолиться на ночной божественной литургии, исповедоваться, причаститься и окунуться в освященную Иордань, набрать, соответственно, святой воды. Вот два раза в год, вот два в таких крещения у нас особенные дни нашего прихода. Сергей Писарев – инвестор, выделивший средства на строительство храма и сегодня считается благодетелем прихода. Мы с Сергеем Владимировичем поддерживаем тесное общение, связь, мы молимся за него. Он является ктитром нашего храма, помогает нашему храму, потому что деревянный храм – это как живой человек, который ежегодно требует и ухода, и ремонта, и каких-то тех или иных и косметических, и каких-то более, так сказать, серьезных дел. Поэтому Сергей Владимирович о нас не забывает и помогает нам, конечно, чем может. Отец Борис служит станционным полиском уже четвертый год. Жители идут к нему со своими чаяниями и радостью. Конечно, город и поселок – это небо и земля. Конечно, в городе немного другие особенности приходской жизни, поселки, они более такие, как бы, можно сказать, кандовые. Потому что прихожан ты всех знаешь в лицо. Ты знаешь их проблемы. Ты знаешь их душевное состояние. Потому что в городе постоянно ты видишь какие-то новые лица. Люди, которые приходят, уходят по тем или иным причинам. и какую-то установить более-менее духовную связь с ними бывает проблематично. Потому что человек живет, допустим, во Фриже, работает он в Екатеринбурге. Не каждое воскресенье, не каждую субботу, не каждый праздник ты его видишь, он появляется раз в полгода. Что у него за полгода произошло в жизни, ты отследить не можешь. В поселке все совершенно по-другому. То есть каждый воскресный день, каждый праздник, каждое совершение божественной литургии ты практически видишь одних и тех же людей. Ты знаешь их проблемы. Ты знаешь, чем они живут. Ты знаешь, чем живут их семьи. И какую-то пастырскую помощь ты можешь им оказать в том объеме, в котором ты должен оказывать. Поэтому служение в поселке, оно более, так сказать, я бы не хотел бы сказать, что оно что-то лучшее, город или поселок. То есть как вот есть такое слово, что если священник может служить в Москве, он может служить и на Камчатке. То есть если священник служил в городе, он также может служить в поселке спокойно. Но поселок, он все-таки более с каким-то таким вот кандовым домашним укладом. И приходская жизнь здесь совершенно строится по-другому. Сегодня храм во имя святого равноапостольного князя Владимира живет полной жизнью. Здесь работает воскресная школа, совершается таинство крещения, молебны и причастия. А его настоятель мечтает о малом, чтобы эта история писалась еще многие века и осталась в памяти наших современников как самое светлое, что есть у человека 21 века. Конечно, хотелось бы, дай Бог, поскорее бы закончить ремонт храма. Потому что вот все три года, что я являюсь настоятелем, все три года мы что-то чиним. Деревянный храм, еще раз повторюсь, он каждый год требует вложений. К сожалению, сейчас очень мало людей, готовых способствовать этому благому делу. Благодетелей практически нет. Приходится вот по рублю, по копеечке собирать на что-то, на ремонт крыши. Мы собирали на ремонт крыши, набрали, и случилось то, что случилось. Урал-Трансбанк прогорел, и все деньги у нас остались там. И люди уже нам починили крышу, и нам нужно было просто в авральном порядке находить 200 тысяч. И вот по милости Божией, по молитвам Равна Апостола, Великого Князя Владимира, Святой Блаженной Ксении Петербургской, по молитвам наших прихожан, Господь послал нам благодетелей, которые оплатили нам работы по ремонту крыши. В этом году мы планируем закончить конопатий четверик, кое-еще что-то с конопаткой закончить, ну и расписать столпы. Хотелось бы к князю Владимиру, чтобы храм немножечко приобрел такой более цветастый вид. Есть такие планы, если Богу будет угодно, в апреле мы начинаем доделывать, наверное, оставшуюся часть, то, что у нас нет конопачено, где птички вытащили паклю. Люди будут заниматься, апрель и где-то и половина мая, полтора месяца у нас будут ремонтные работы. Нашелся человек, который оплатит нам половину суммы, ну, другую половину придется искать. Наверное, как и везде, потому что время сейчас достаточно такое тяжелое в финансовом плане. Люди, которые имеют возможность помочь, у них денежки на что-то другое рассчитаны. Ну и, к сожалению, на благотворительность сейчас денег практически ни у кого нет. Храмы на Руси во все времена строились на средства прихожан. Сегодня отличие лишь в том, что прихожане стали другими. Изменилось и отношение к вере. Я помню 90-е годы, когда я пришел только в церковь. Это был 1992 год, мне было 12 лет. Это город Демитровград, Ульяновская область. Я оттуда родом. Я родом с Волги, я не уральский. Я 12 лет служил. 13 уже с половиной на Урале. Я помню 92-й год, 93-й год, когда люди приходили практически тысячами в храм. То есть не было дня, когда не было бы 200, допустим, причастников и 150 крещений. Люди после времен богоборчества, когда люди верили, как говорится, так тайкум, были иконы у людей, конечно, были молитвословчики какие-то, какие они сохраняли от своих бабушек, от дедушек, и Новый Завет, но все это было не на виду. У многих людей это все стояло в шкафах, и никто не мог исповедовать открытую веру. И когда людям разрешили, и люди пошли в храм, и вот этот глоток свежего воздуха, и вот именно то, что они увидели в храме, видя то, что в каком состоянии находится церковь, после 80 лет, вот постоянного прессинга, постоянного уничтожения целенаправленного церкви, люди, конечно, проникались сердцем, они собирали по крупицам, предприятия жертвовали и кирпич, и доски, и железо, и храмы восстанавливались, и строились новые храмы, и основывались какие-то другие приходы, и в городах строились храмы, допустим, в городе, где не было храма, сейчас четыре действующих прихода от города Димитровграда. В 1988 году там был построен Свято-Никольский собор, это во времена богоборчества, это было просто чудо, он был построен, он был расписан, это был единственный, на 150-тысячный город был храм, он не мог вместить в себя вообще всех верующих, Пасху, Рождество, Троицу, родительские дни, день крещения Господня, это было что-то, которое нельзя писать словами, то есть люди стояли даже в ограде церковной, вот я прекрасно помню эти года, сейчас, к сожалению, такого нет, сейчас люди как-то привыкли к тому, что церковь есть, и думают, что она будет всегда, но наши прадедушки и прабабушки тоже в 1917 году думали об этом же, что церковь будет всегда, династия Романовых будет еще править, мы будем жить тысячелетним укладом той жизни, которой мы жили, как жили наши предки, как жили наши отцы, деды, прадеды, но пришел 1917 год и изменил историю нашего Отечества на сто лет, и вот сейчас мы жнем то, что было посеяно тогда сто лет назад, и церковь еще она не оправилась от того удара, от того, что 80 лет она переживала, еще очень долго придется нам сжать эти плоды, именно плоды, которые были посеяны в душах людей, ведь церковь, она, как говорят святые отцы, она не в бревнах, она в ребрах, что у нас большинство людей считают себя в душе верующими, которым церковь не нужна, которым церковь, это какой-то рудимент, который, ну, такой, знаете, ну, есть она, есть она, а мне для общения с Богом ничего не нужно, ни священник, ни храм, ни богослужения, я могу дома, как мне сказала одна женщина, встать перед иконой, зажечь свечу, помолиться, я знаю, что Бог меня услышит. Это, конечно, так, Бог тебя услышит, но участвовать в таинствах церкви ты не сможешь, покрестить ребенка ты не сможешь, отпеть покойника ты не сможешь сам, исповедоваться, причаститься ты не сможешь, поэтому существует Святая Апостольская Церковь, существует иерархия церковная, патриарх, митрополит, епископ и священник, так Богом установлено, поэтому, когда человек говорит у меня Бог в душе, вы знаете, мне кажется, он немного лукавит, ему легче так сказать, чем задуматься о Боге, потому что, как говорил святой, для меня он святой, святой наших дней, митрополит Антоний Блум, митрополит Сурожский, человек, который основал Великобританию православную, русскую православную церковь, он говорил такие слова, что в наше время нужно человеку заставить себя прийти в церковь, именно заставить, переступить порог церкви, чтобы остаться в ней навсегда. Это была программа «История храмов». Мы находимся в станционном полевском. Отец Борис рассказывал нам о современном дне сегодняшней церкви. Следующий же пункт нашего назначения это село Курганово, куда мы отправляемся уже завтра. Пишите за нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok